«Надо собираться как можно быстрее. Грузины совсем близко, они никого не оставят в живых». Эти слова, произнесённые главой семейства Цхавребовых, не раз ещё вспоминали. В 1920 году, когда грузины начали карательные акции в отношении ни в чём не повинных осетин, бежать из родного селения пришлось и семье Никифора Цхавребова. Вместе с новорождённым ребёнком они отправились через горный перевал в Северную Осетию. События столетней давности нередко рассказывали Елизавете Цхавребовой. Её отцу Никифору удалось перебраться и выжить. Он рассказывал своим детям о попытках грузин истребить народ Осетии. В 1920 году в Южной Осетии не осталось семей, которые не пострадали в этой беспощадной и кровавой борьбе грузин против осетинского народа. Её отцу Никифора Цхавребова Отец Никифора Писар Цхавребов остался в родном селе. Он не согласился покинуть родную землю и до последнего вздоха защищал свой очаг. Спустя какое-то время до семи дошла весть о том, что Писара Цхавребова убили. Никифор вернулся домой, чтобы похоронить своего отца. Елизавета вспоминает, её отец никогда не разрешал им играть в огороде, так как дедушка был похоронен там. Не было возможности одному похоронить отца на кладбище. К тому времени грузин в селе Тата Тетзауского района было полно. За ночь жизнь тысячи мирных людей перевернулась. Многие вернулись в опустошённые сёла, сожжённые дома, потеряли родных и близких. История семиц Хавребовых – одна из тысячи геноцида 1920 года, совершённого Грузией в отношении осетинского народа.